Доброе утро, уважаемые коллеги! Меня зовут Дмитрий Слепцов, город Москва. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Если вы меня видите, слышите, то пожалуйста поставьте плюсы в чат. Пока вы делаете, есть в чате небольшая задержка. Расскажу, что наш вебинар длится 30 минут. Если возникают вопросы, то задавайте их в чат по ходу. Если в конце останется время, то тоже можете вопросы задавать. Естественно, в конце пройдусь по всем тем вопросам, которые были, на них отвечу. Если у вас не получается делать комментарии, то значит вы не зарегистрировались на сайте, нужно это сделать, и тогда у вас будет возможность комментарии писать. Ну что ж, давайте там начнем. Так, стоят плюсики, значит все работает. Сейчас я включу рабочий стол. Так, вот наша ситуация. В принципе, учитывая вчерашние новости, у нас произошли серьезные изменения на рынке. Я думаю, вы вчера отслеживали ситуацию, знаете, что произошло. То есть вот у нас 16 марта, у нас в 21.00 были данные по процентной ставке в США. Это, как вы знаете, ключевые события. И вот как раз именно в это время мы видим всплеск по всем валютным парам. То есть мы видим резкий скачок по евро-доллару. Сейчас вот специально возьму поменьше масштаб. То есть буквально, да, вот за пять минут мы проходим там расстояние 848 пунктов, если в пятизначной системе. То есть очень резкий выброс. Ну и все аналогично, в принципе, происходило по другим валютным парам. Тут есть определенный комментарий с точки зрения, в принципе, торговли на новостях, да, то есть идейно. И хорошо, что такое резкое движение у нас произошло. У нас есть возможность это обсудить и сделать соответствующие выводы. Прежде всего, прежде чем я вот расскажу основную мысль касаемо новостей, посмотрим сначала движение по нашим валютным парам. Я напомню, что мы работаем в рамках трендов, ну то есть анализируем движение трендовые. И у нас для этого есть основная средняя с периодом 120 на часовом графике, то есть это недельная средняя, ну как получается средняя за 120 часов, а это 120 часов это неделя. И это основная средняя, по которой мы смотрим тренд. Если у нас цены находятся выше средней, то мы рассматриваем ситуацию на покупку в лонг. Если цены ниже средней, то рассматриваем возможность для входа в шорт. Это я напоминаю тем, кто к нам подключился недавно, там никогда еще не был на этом мероприятии и не в курсе там именно как и как какими методами мы проводим наш аналитический обзор. Также напомню, что мы смотрим пятиминутный график, то есть час 15 минут 5, то есть мы уходим внутрь дня. Это нужно для того, чтобы детально рассмотреть ситуацию. Это не значит, что нужно бросаться прям совершать сделки на пятиминутке, это просто для того, чтобы у нас была динамика. Так вот, смотрите, что произошло. Мы с вами закончили обзор по евро, как раз когда у нас сформировалась вот эта длительная коррекция, потом эта коррекция привела к тому, что цены пришли к средней, то есть фактически у нас тренд, как мы сказали, обнуляется, то есть начинается боковик, у нас нет четкой позиции. Данная картина у нас продолжается вот здесь, ниже средней мы тоже уже потенциально думаем, где нам рассмотреть точку входа на шорт. Ну и тут как раз выходят новости и происходит резкий скачок. То есть фактически, если говорить о трендовой торговле, то мы с вами это движение по евро-доллару пропускаем, то есть непосредственно на этих новостях мы с вами в лонг не заходим. Почему? Потому что в тот момент, когда выходят новости, у нас цены находятся ниже средней, мы формально считаем этот тренд нисходящим и думаем о том, где зашортить, чтобы заработать на падение. А тут выходят новости, все летит наверх и картина полностью ломается. С одной стороны возникает вопрос, ну а как же быть, если выходит новости, то неужели я вот пропускаю вот это движение такое сочное, прибыльное. Но здесь у каждого человека своя точка зрения, свой взгляд. И я думаю, вы даже посещали какие-то вот семинары, мероприятия на тему того, как торговать на новостях. Но тоже тут выскажу свое мнение, поскольку данный аналитический обзор я веду и могу транслировать то, что я по этому поводу думаю. И вот мне кажется, что вот эти новости, такие резкие, они очень непредсказуемые. То есть получается следующая картина, что мы вот с вами смотрим тренд нисходящий и готовимся продавать в шорт. Но также мы понимаем, что в 21.00 у нас выходят ставки. И это что для нас по сути означает? Это означает, что по-любому будут резкие сильные движения. А это в свою очередь означает, что, во-первых, если мы встанем по тренду и новости заставят валюту двигаться по тренду, то мы быстро и хорошо заработаем. То есть вот какая ситуация фактически нам здесь интересна. Если цена, допустим, у нас есть некая коррекция сформировалась, цена пошла ниже, мы вошли в рынок. Очень важно, на мой взгляд, войти в рынок до выхода новости, когда рынок спокойный. И дальше, если мы вошли, поставили стоп-лосс, выходит новость и валюта резко обваливается по тренду, то все прекрасно, мы зарабатываем сразу, быстро и много. Но парадокс заключается в том, что на данных новостях может произойти все, что угодно. К примеру, здесь цена пошла наверх, ну и в принципе просто пошла наверх. Но также мы знаем вот ситуацию, которая произошла как раз у нас недавно, 10 марта, когда у нас цена пошла вниз сначала на 1500 пунктов, потом точно так же спокойненько отыграла и еще наверх в сумме 4000 пунктов в пятизначке. И получается, что если мы в такую ситуацию попадаем, то мы, собственно говоря, не знаем, как именно развернется данная картина, в нашу сторону или не в нашу. И когда выходит новость, вы можете пробовать ставить отложные ордера, но, как вы знаете, в принципе это настолько динамичный рынок, что отложные ордера срабатывают с проскальзыванием. Если вы торгуете вручную, у вас идет реквот, то есть очень сложно что-либо сделать именно непосредственно в момент выхода новости. И таким образом я вот ситуацию делю на три, ну как три, давайте так, по порядку, на основные развития. То есть если мы стоим по тренду, цена пошла в нашу сторону, прекрасно. Если цена пошла не в нашу сторону, нам нужно выйти по стоп-лоссу. Если цена пошла сначала в нашу, потом не в нашу, ну значит нам нужно двигать стоп-лосс. Но опять-таки мы заранее же не знаем, как цена себя поведет. И в связи с этим, когда выходят новости вот такого характера, обязательно мы к ним готовимся. То есть с точки зрения трендовой торговли, вот нашей аналитики, нашего обзора, ситуация заключается в том, что если вдруг у вас есть какая-то позиция, ну в данном случае вот по евро-доллару у нас не было позиции. Но мы сейчас вернемся к другим валютам и рассмотрим ситуации, где возможно у вас была позиция. Ну вот, к примеру, мы с вами новозеландец рассматривали, да. Вот очень интересная картина. Мы закончили аналитический обзор как раз в тот момент, когда сформировалась коррекция. И, к примеру, вы заходите, ну вы зашли, да, вот здесь на пробой линии. Вот здесь сформировалась точка входа. И вот вы поставили стоп-лосс, спрятали его за максимум. У вас получается стоп-лосс там 200 пунктов. И цена вот каким-то образом движется. Как только у нас, даже как, не непосредственно вот само время выхода новостей, а где-то вот там за полчаса мы уже смотрим, вот рынок спокойный. И в любом случае, когда вот есть некоторое время до выхода новостей, там минут в любом случае 20-15, мы стоп-лосс передвигаем, ну как минимум без убыток. Потому что, когда выйдет новость, по-любому будет какое-то сумасшедшее движение. И если оно пойдет против нас, мы обязаны не потерять в этой сделке. Если сразу вдруг цена обвалится в нашу сторону и пойдет вниз, прекрасно. Но нам нужно защитить себя от такого движения. То есть фактически, ну вот на мой взгляд, торговля на новостях, это очень неблагодарное занятие с точки зрения реализации торговой стратегии. Потому что все происходит настолько дерганно и сильно, что скорее всего, ну то есть очень сложно будет там реализовать свою торговую стратегию. Поэтому вот такие события, как вот здесь, вот такие события, как у нас были 10-го числа. Также, кстати говоря, вы помните, в декабре прошлого года тоже подобные события выходили. Сейчас я попробую отмотать, вот на часовом точно здесь будет. Вот, смотрите, вот у нас картина, да. Тоже вот цена находилась ниже средней. И потом раз, там за резкое, за маленький промежуток времени мы улетели вон на 3700, а дальше, если там еще несколько часов брать, то это уже 4600 пунктов. То есть все то же самое. Выходит ставка, и мы улетаем. И вот эти вещи, они способны сломать наш торговый план, да. То есть мы должны к этому подготовиться и сделать так, чтобы вот не потерять, как минимум, да, не потерять на таких движениях. Это вот основное, что хотел сказать про эти новости, да. То есть обязательно, если выходят ставки, то нам фактически нужно себя страховать. Далее мы видим, что цена уходит выше средней. Опять-таки формально мы вернулись к восходящему тренду, причем очень далеко отошли от средней. Это всегда, ну, такое большое расстояние от средней с точки зрения, там, пятиминутного графика или часового графика, это уже неприятно, потому что если будет возникать точка входа, то мы заходим достаточно дорого. В силу того, что раз мы от средней ушли, значит, в какой-то момент мы можем начать не возвращаться. И вот если у нас позиция, там, где-то на максимумах, то будет, конечно, неприятно. Если говорить о точках входа коррекционных, сейчас тут их нету, ну, то есть фактически у нас просто движение наверх, у нас нету здесь нисходящих движений коррекции, может быть, это где-то вот здесь появится. Вот, сейчас фактически мы просто летим наверх и, ну, как мы вчера говорили, только самые агрессивные трейдеры, возможно, где-то вот заходили, покупали, если у них здесь получается это сделать, либо отложенные ордера ставили, ну, и сейчас они уже, скорее всего, зафиксировались. Вот, поэтому по евро-доллару занимаем выжидательную позицию. Доллар-иена, ну, вот смотрите, та же самая картина. У нас идет восходящий тренд, ну, сначала, да, вот я вчерашний день беру. Восходящий тренд, у нас есть коррекция, мы говорили, что вот здесь точка входа, потенциально стоп-лосс у нас там 150 пунктов, потенциал движения 330 пунктов, и опять-таки перед выходом новостей мы понимаем, что нужно подготовиться, и если у нас есть позиции, то обязательно стоп-лосс перетаскиваем без убыток, а иначе просто его за минуту сносят, и получаем мы убыток. Сейчас точно так же иена переметнулась ниже средней, то есть спокойно, да, сменила сторону с buy на sell, тренд идет вниз, если говорить о текущей точке, то опять-таки нету коррекционного движения, то здесь только уже вдогонку заходить, что не всегда приятно, но вернее всегда неприятно, и поэтому мы с вами тоже вынуждены занять выжидательную позицию, но при этом тренд опять-таки нисходящий, да, то есть мы с вами видим вот эту картинку, вот провалились, сменили сторону и идем вниз. Далее, канадский доллар, аналогичная картина, то есть у нас потенциально, да, мы с вами говорили, вот здесь тоже могла быть вот эта точка входа, здесь у нас загуляло, да, был какой-то потенциал прибыли, но все, перед новостями уже мы с вами, ну, здесь даже если мы где-то вот тут заходили, да, то мы либо заранее по стоп-лоссу вышли, либо там вот на этих каких-то движениях тоже мы уже фиксировались там где-то в нуле, ну, то есть это очень опасная торговля, когда вот близится выход новостей, а мы еще вот в позиции, причем находимся вот в районе точки входа, да, и уже даже вниз нас оттягивает, вот. Здесь видите, что произошло, тоже цена развернулась, резко прошла вниз, не дав шанса на коррекцию, на движение наверх, чтобы можно было заходить. Конечно, тут опять-таки можно притягивать какие-то движения за уши, но не хотелось бы этого делать в силу того, чтобы не заниматься самообманом, да, то есть может быть кто-то, да, вот такие вот минимумы рассматривает как коррекцию. В принципе, тут уже индивидуально от трейдера зависит, то есть это вот единственное движение, которое претендует на то, чтобы быть коррекцией. Больше тут шансов у нас не было. Если вот трейдер эту коррекцию не посчитал как коррекцию, ну, в силу субъективных своих причин, да, вот идет наверх движение, то значит он вот здесь не зашел со стопом выше максимума. Если посчитал, то может быть тогда сейчас находится в рынке по канадцу. Но опять-таки ситуация, нисходящий тренд, четкий в краткосрочном масштабе, я имею в виду, в данной модели. Сейчас я еще вам в связи с этим, с развитием такого движения покажу одну интересную вещь, касаемо среднесрока, то, что я вам когда-то говорил, да, тоже вот сейчас настал момент, чтобы это все проанализировать, посмотреть. По Новозеландцу уже сказали, да, то есть есть точка входа, перед выходом новостей обязательно страхуем себя. Точно так же улетели наверх и спокойно сейчас продолжается вот это восходящее движение. Видите, у нас здесь уже даже был треугольник, который пробился вот здесь. Ну, это уже, знаете, это как бы такие частности, то есть я не знаю, смотрите вы фигуры или не смотрите, то есть может быть вы смотрите фигуры. Если кто их отслеживает, то да, тогда для кого-то вот, ну, в принципе, треугольник это тоже форма коррекции, но вот мы, в частности, про данную модель я говорю, я не воспринимаю его как коррекцию, да, то есть мне интересует нисходящая коррекция, то есть скорее больше флаг, да, то есть либо чистый флаг, либо ее формации, но не треугольники. Хотя тут в данном случае тоже есть некий краткосрочный потенциал прибыли, если говорить о восходящем движении. Тренд восходящий, но опять-таки пиковые максимумы, что с ними делать, приходится выжидать. Так, сейчас посмотрю, есть ли какие-то вопросы с проскальзыванием, комментарий. Ну, да, если вы имеете в виду, что на новостях входим с проскальзыванием, то да, такое бывает. Так, значит, дальше смотрим. Фунт. Вот фунт тоже у нас, видите, какой… Вот здесь у нас были точки входа, мы ее рассмотрели, по-моему, даже… Так, это у нас какой-то… 17-16… 15-го мы вот эту коррекцию обозначили, да, точку входа. И вот если, допустим, вы, как трейдер, вот не вышли по дивергенции… Ну, тут, в принципе, у нас… Да, это не дивергенция. Вот я посмотрел на этот МАКТ, у нас даже здесь дивергенции не было. Вот даже, получается, тренд развернулся без дивергенции в данном конкретном случае. Что если мы находимся в позиции вдруг, да, перед выходом новостей, то в любом случае мы должны, ну, либо фиксироваться, либо стоп уже перетягивать, таким образом, чтобы, когда выходят новости, мы не потеряли деньги. Потому что будет резкое движение. Фунт, в данном случае, этим резким движением пришел к своей средней, и все, и замер. И здесь теперь топчется. Видите, тоже получается, что у нас нету точек входа потенциальных сейчас. Он отойдет от средней, и тогда будет уже понятно, какой тренд формируется в данном масштабе. И уже можно будет говорить о том, что… какие точки входа искать. Так, франк, ну, как зеркало, да, евро-доллара, то есть имеется в виду, что резко движение пошло вниз. Тоже мы перешли на сторону изверха вниз, то есть с восходящего на нисходящий. И теперь вот здесь облуждаем. И вот такую четкую коррекцию, да, вот говорить о коррекции сейчас не приходится. То есть вот у нас есть движение, да, вот тут опять-таки формируется некая горизонтальная форма коррекции, что тоже не так для нас приятно, потому что нам нужно искать точку входа на восходящем движении, на восходящей коррекции. Это как треугольник у нас, помните, был. Так, значит, далее австралиец. Вот здесь более классическая ситуация, если говорить о данной модели. То есть у нас тоже цена, видите, переметнулась из положения ниже средней в положение выше средней. То есть фактически развернула на потенциальный лонг. Очень хорошо двигалась наверх. И вот сейчас, скажем так, в моменте, да, уже опять обновляет максимумы. Но если посмотреть несколько, там, минутами, даже не минутами, а несколько часами, там, пару часов назад, да, то здесь формировалась вот наша коррекция. То есть это наиболее формализованная коррекция с нашей точки зрения, ну, по данной модели, да, то есть вот есть некое нисходящее движение, здесь даже вообще наблюдается канал. И вот совершился пробой вот здесь. И у нас уже есть там некий маленький потенциал прибыли в краткосрочке. То есть здесь уже движение пошло. И сейчас уже, да, заходить, естественно, поздно, если говорить об этом движении. Но, тем не менее, здесь, по крайней мере, у нас австралийцы показал эту коррекцию и дальше двинулся наверх. То есть в краткосрочке вот здесь восходящее движение способно было принести краткосрочную прибыль. Так, ну, а сейчас опять-таки выжидаем. Наш любимый доллар-рубль. Вот мы вчера с вами обозначили вот эту линию. Сказали о том, что тренд у нас по-прежнему нисходящий. Причем рубль, в отличие от других валютных пар, не переходит со стороны на сторону. То есть он спокойно продолжает нисходящее движение. Ну, фактически вот здесь он сходил вниз. И вот здесь сейчас тоже все это время. Вот он находится в нисходящем движении, в нисходящем тренде. Это очень для нас хорошо, как для трендовой торговли. И вот в данном случае мы видим, что эта линия пробивается. По рублю тут минус в том, что у нас торговая сессия есть. То есть не 24 часа мы торгуем. Но в данном ключе получается, что вот линия была пробита. У нас есть стоп-лосс. Цена гуляет. Если вы оставляли позицию на ночь, то сегодня вас ожидал приятный сюрприз. Но вот эти гэпы ценовые, это всегда неприятно. Потому что если бы ситуация развивалась бы не таким образом, то вы могли бы проснуться, и у вас цена вот здесь. То есть вот это, конечно, было бы неприятно. Но в данном случае мы говорим о трендовой торговле. И как мы хотим, скажем так, хотим и этого не хотим. Есть определенные постулаты трендового трейдинга, которые были сформулированы уже, как говорится, классиками. Там Чарльз Доу приложил свою руку к этому. Что тренд с большей вероятностью продолжится, чем изменит свое направление. Но прежде чем он изменит свое направление, он покажет явные сигналы к тому, что он изменяется. На валютном рынке иногда он не показывает явные сигналы к тому, что он изменяется. Просто выходит новость и от цена улетает. Но тем не менее, сам факт выхода новости – это уже способ перемены тренда. Но то, что касается продолжения тренда, в принципе, это классическая закономерность рынка. То есть если мы видим исходящий тренд, то мы как трендовые трейдеры предполагаем, что он скорее продолжится. И если мы видим точку входа, то, естественно, мы хотим, чтобы он продолжился. И делаем упор на то, что это произойдет. Ну и в данном случае, да, вот пошла цена вниз, хорошее движение. Но тут, как говорится, уже от каждого конкретно зависит трейдера, оставляли его позицию на ночь или нет. Так, что ж, с этим разобрались. По металлам мы с вами смотрим золото. Та же самая ситуация в краткосрочке. Да, у нас был тренд нисходящий. Все здесь загуляло в боковике. Вот помните, у нас здесь была трендовая сделка. Загуляло в боковике. Перед новостями, естественно, либо передвигаем стоп-лосс, либо закрываем позицию. Лучше, конечно, передвигать стоп-лосс. Вот у нас здесь консолидировался рынок. Если вы еще не передвинули, то вот под самый максимум, над сопротивлением он ставим. И все, цена уходит. Закрывается наша сделка. Сейчас золото уходит выше. Здесь у нас единственная коррекция, которая могла бы быть, это вот эта. Но сейчас не буду ее так прям притягивать за уши. Почему? Потому что ее видно в ретроспективе хорошо, но максимум по МАГДу сомнительный. То есть один максимум четко у нас подтвержден, а другой МАГД такой слабенький. Поэтому не будем себя обманывать и тешить иллюзиями, что вот как здорово эту коррекцию мы увидели, зашли. Но если увидели, зашли, если субъективно посчитали этой коррекцией и заходили где-то вот здесь на пробой по тренду, ну прекрасно, значит, есть прибыль. Если это не было формализованной коррекцией, ну, например, в моем случае, с точки зрения, к примеру, автоматизации, написания торговых роботов, это нельзя назвать формализованной коррекцией, ну, имеется в виду по подтверждению максимумов сигналами МАГД, да, то вот в данном случае приходится выжидать, то есть скорее тут у нас уже какие-то вот такие истории появляются, может быть, что-то будет вот связанное вот с таким движением, да, вот коррекция, если вот так пойдет, может быть. Так что по золоту пока выжидаем. И еще вот хотел показать по среднесроку, очень важно, вот помню, недавно был вопрос на тему того, что как же вот, мол, так, вот мы анализируем, да, смотрим, и получается, что вроде как у нас есть убыточные сделки. Ну, друзья, конечно, убыточные сделки будут, более того, по трендовой торговле, как я говорил, у вас даже может быть убыточных больше, чем прибыльных, просто они маленькие, и по тренду мы должны взять больше прибыли, плюс у нас есть риск-менеджмент, о котором мы еще вообще не говорили, ну, в силу особенностей нашего мероприятия, да, то есть нужно понимать, что сделки, которые мы делаем, это только часть процесса. Можно зайти 0.1 лота и получить убыток, ну, к примеру, там, 20 долларов, да, а можно зайти одним лотом и получить убыток 200 долларов, то есть совершенно разные вещи, то есть тоже, как и прибыль, можно получить прибыль 0.1 лота зайти и недополучить прибыль, а можно зайти 0.5 лота и получить, то есть это риск-менеджмент, это отдельная беседа. Мы сейчас пока не будем об этом, сейчас мы пока про аналитический обзор, да, вот именно с точки зрения движения валютных курсов, и я хотел вам показать обязательно средний срок, то есть вот возникает вопрос, как же мы, что же мы торгуем одну стратегию, и, конечно, нет, мы, в принципе, торгуем портфель стратегией, то есть если мы говорим об автоматизации, алготрейдинге, то у нас не должно быть так, что у нас одна система, у нас должен быть портфель систем. Но вот в данном случае канадец в этом плане очень показателен, почему, вот смотрите, допустим, если мы смотрим ту модельку, которую мы с вами разбираем, то есть на часовом графике 120 периодов, то есть у нас средняя за неделю, то да, у нас есть перемены в тренде, да, то есть вот у нас тренд нисходящий, вот здесь у нас он перешел выше средней восходящей, вот здесь восходящий, вот здесь он тоже вроде как, не вроде как, а восходящим становился, потом резко перепрыгнул в нисходящий, но у нас должен быть, еще раз повторюсь, портфель стратегии, если мы торгуем по тренду, мы не можем только на часовые тренды опираться. И вот, допустим, в данном случае у нас есть трендовая 120 средняя, да, это у нас неделя, точно так же есть месячная средняя с периодом 528, почему 528, потому что в среднем беру 22 торговых дня и по 24 часа в сутки, то есть получается, что у нас есть месячный тренд по канадцу, ну как месячный, средняя за месяц, и данный тренд по канадцу у нас развивается аж вот откуда. То есть в принципе в среднесроке, если говорить о месячном тренде, то мы с вами, вот вышли эти новости, да, это у нас просто продолжение движения по тренду, то есть фактически происходит та самая приятная для нас ситуация, когда мы находимся вот здесь, мы рассматриваем нисходящий тренд как господствующий. Выходят новости и мгновение ока мы провалились на новые минимумы. Вот это для нас самое приятное. То есть если говорить о тренде длиной в месяц, то он уже продолжается у нас вон по времени с 26 января и по пунктам уже 11 тысяч пунктов сделал. То есть вот наша задача вот в таких трендах стоять, ну не только в таких, да, то есть это просто месячный тренд, это канадец, который очень классный, показывает нисходящий тренд по месяцу. Если мы переходим на неделю 120, то да, здесь тренды будут более краткосрочные, они будут более часто меняться. Но в нашей торговой стратегии, ну как, вернее, в нашей торговле мы должны понимать, что у нас не одна торговая стратегия. А то вот часто люди смотрят, а как же так вот на стоп-лосс сработал? Ну конечно сработал, он и сработал, и будет срабатывать, и много будет стоп-лоссов. Поэтому должна быть психологическая устойчивость трейдера, должна быть дисциплина, должен быть строгий риск-менеджмент. И вот в данном случае по среднесроку у нас канадец движется четко в нисходящем тренде. Это не всегда будет так красиво, но наша задача на канадце, допустим, который в месячном тренде идет вниз, заработать больше, чем мы там потеряем по евро-доллару где-нибудь или по фунту. Поэтому в данном случае мы рассмотрим в наших политических обзорах модельку, которая чуть-чуть приоткрывает нам дверь в трендовую торговлю. Я надеюсь, что вы как-то прорабатываете, это чтобы научиться, какие-то для себя выводы, может быть, сделать. Самое главное здесь самообразованием заниматься. Ну вот, а с точки зрения именно трендов, повторюсь, что, естественно, нужно отслеживать не только недельный. Понимаете, мы сейчас смотрим недельный тренд, а есть еще месячный тренд, а есть трехмесячный. Но это уже иные истории. Но неделю, месяц хотя бы нужно по-любому просматривать, проторговывать, чтобы хотя бы было два таймфрейма. Так, ну что ж, вот на этом положительном моменте я и закончу. Подскажите размер скользящих. Если говорить о текущей модели, мы берем здесь среднюю 120 на часовом. Среднюю 24 на часовом, то есть 120 это средняя за 120 часов, то есть за неделю. 120 часов это торговая неделя. 24 это средняя за день и 5, короткосрочная. Когда они все одна выше другой, то это у нас восходящий тренд. Но в принципе, две вот этих средних, они как вспомогательные, потому что основная картина это положение цены в отношении недельной средней. То есть мы смотрим недельный тренд. В данной модели, опять-таки, повторюсь, что это не единственная ваша должна быть торговая стратегия по-хорошему. У вас должен быть портфель торговых стратегий. Но, тем не менее, мы рассматриваем эту модельку, чтобы проследить динамику. Поэтому специально взял 5-минуточку. То есть час-5 минут. Ну вот, в принципе, и все. Что ж, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте еще. Александр спрашивает, скользящие экспоненциальные? Нет, скользящие простые. Простые именно по той причине, что они простые. Они мне понятны, я четко понимаю, как они считаются. И мне не приходится задать себе вопрос, а как же именно экспоненциальная средняя считает свои цены? Да, я знаю, что есть экспоненты, да, я знаю, что придается вес. Но я не знаю, как именно это происходит. То есть я формулу, конечно, видел. вот, но простая, тем более, если вы их наложите, вы увидите, что они практически, ну, не совсем, конечно, но почти одинаковые по сути. Поэтому я беру простые. Ну, что ж, я смотрю, вопросов больше нету. Тогда мы с вами будем закругляться. Если будут вопросы, то в следующий раз зададите. Что ж, друзья, я рад, что вы пришли на наше мероприятие. Если будут появляться вопросы, появляются вопросы, когда вы анализируете рынок, то, пожалуйста, на следующих наших семинарах задавайте их. Я буду на них отвечать. Буду рад, если у вас будет все получаться, будут прибыльные сделки. Если убыточные сделки будут меньше по убытку, чем прибыльные, я понимаю, что убыточные тоже будут, но тем не менее. Желаю вам успешной торговли, хорошего дня и до встречи на наших последующих мероприятиях. С вами был Дмитрий Слепцов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok